Меня приветствую, Александр. Мне очень приятно с вами поговорить. И вот на какую тему. Я хотел буквально оторвать вас от ваших дел, от вашей занятости. Задать только один вопрос, который меня очень волнует. И это очень важный прорыв вообще для нашей школы. Потому что мы начинаем говорить о понятии синергетического взаимодействия, мозговой штурм, при котором ты разговариваешь с человеком и хочешь, не хочешь, и вы так совпадаете в своих устремлениях общих, решаете общую задачу, и каждая секунда как бы на вес золота, потому что что-то рождается, рождается. Это как генератор, как вулкан каких-то новых ассоциаций, новых идей, потому что есть соответствие, когда сходятся наши желания, открываются наши возможности. Потому что мы оба ищем ответ на те вопросы, которые нас обоих интересуют. Вот как это ощущение, вот это психологическое ощущение синергетического взаимодействия, которое бывает с некоторыми людьми, и которое каждый человек должен искать, искать таких людей, с кем у него происходит вот это качественное взаимодействие, которое дает какой-то ему момент развития. Вот как вы на это ответите? Вот с вами у меня это получается. Здравствуйте, доктор. Всегда очень рад с вами общаться. На ваш вопрос могу сказать, наверное, не своими словами. Я только буквально вот сегодня прочитал. Оптинский старец из монастыря Оптинной пустыни, он сказал так. Там, может быть, слово какое неправильно пропущу, но смысл будет правильный. Бог посылает нам людей в окружение, тех, с которыми мы можем творить и спасаться. Поэтому я не считаю, что, наверное... Ну, хотя, может быть, мы что-то и вместе и делаем для этого, стараемся, но, видимо, уже было что-то сделано нами по отдельности для того, чтобы мы вошли в эту общую клею. А кто-то нас уже соединил. Это да, но вот само состояние вот этого удовольствия, когда мы понимаем, что мы двигаемся вперед, а не топчемся на месте. То есть каждый разговор у нас производит что-то важное. И это очень так вдохновляет. Вот эта вот синергия взаимодействия. Мне кажется, каждый человек должен иметь такой внутренний компас, чтобы находить таких людей, с кем у него происходит синергия вот такая вот, который его развивает и другого развивает. Вот это какое-то особое. Потому что много людей живут и даже не знают о том, что есть на свете люди, с которыми у них непроизводно даже происходит такая синергия. Надо просто таких людей искать, если хотите, не потерять много лишнего времени. Потому что бывает человеком, работаешь, 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 ну и движется, двигается, как-то двигается. А тут вот встретился с человеком и сразу пошло, и сразу пошло, и каждый раз пошло. Ну вот это состояние какое-то особенное. Мне кажется, каждый человек должен иметь интуицию находить себе таких людей. Это так. Абсолютно. Вот сложно с чем-то не согласиться. Но при этом хочется отметить и, безусловно, и ваш метод, который этому делу способствует. Ну да, если он, конечно, если он блоки снял, конечно, ему легче будет. Да, безусловно. Я вот хотел сказать то, что вы привели фразу Старца Апостольского, вот о том, что Бог дает. Бог дает все. Бог все дает. Но у меня есть такая фраза, которую я давно так понял, что Бог помогает тому, кто старается сам. Согласен. Он дает всем, но получить это нужно все-таки развиваться. Но я вот это хотел сказать, Александр. Вы согласны с этим, что есть синергетическое взаимодействие между людьми, и когда человек имеет некий внутренний комплекс? По крайней мере, теперь начинает понимать, что очень многие дела у него не получаются, потому что он не с теми людьми не так взаимодействует. Потому что те же самые люди, если повернутся другим Богом, другой гранью, начнут у них происходить эти синергетические взаимодействия. Самое главное, чтобы человек знал об этом. Вы согласны с этим? Да. Это так. Я вам очень благодарен, что вот мы работаем, и у нас все время происходит какое-то движение. Я вам очень благодарен. И скоро школа наша вся узнает, кто именно подвигал нас к новым машинам. Спасибо, Александр. Доктор, спасибо вам. Спасибо.